Сейчас тюркские языки распались на подгруппы, которые с трудом понимают друг друга. По большому счёту у тюркских народов остался лишь общий счёт и отдельные слова. Но это совершенно новое явление. Раньше тюркский был единым языком, и зная его, вы могли совершенно свободно путешествовать от Китая до Северной Африки. А различия в наречии были настолько малы, что не отличались сильнее, чем русский и украинские языки. По сути, это была единая территория с одним языком, где люди прекрасно понимали друг друга, торговали и вели дела. Заглянем в труд некоторые замечания на книгу «Обозрение российских владений в Закавказье». Книга издана Санкт-Петербурге 1840 году Иваном Шопеном, член-корреспондент статистического отделения Совета Министерства внутренних дел Российской империи. Вот что Шопен пишет в этом книге. «Народы, которые мы называем татарами, не знают это имя и татарский язык они называют тюрк-дели. Это общее наречие, с которым можно проехать от Китая до Казани, до Крыма, отсюда до Моробка и через Мекку в Индию, так точно, как с французским можно объехать всю Европу. Отсюда мы видим просто колоссальное распространение одного языка на гигантских территориях. Но об этом не рассказывают ни в школах, ни в институтах. Отмечается, что крымские, казанские татары, нагайцы, кыргызы, казахи, жители Турана, это историческая область к востоку от Каспийского моря, жители Малой Азии и Турции говорили на одном языке, с незначительными отличиями в местном наречии. До XIX века тюркские писатели просто на тюркском, и их прекрасно понимали и узбеки, и киргизы, и нагайцы, не было разделения на национальные языки. Что же произошло за эти неполные 200 лет со времен этнографа Шопена с общим тюркским языком? По какой причине современные тюркские языки в многом утратили былую схожесть друг с другом? Ответы на эти вопросы мы можем найти в книге «Идель Урал», издание 1933 года. Его автор видный тюркский ученый, лидер национально-освободительной борьбы народов по Волжии и Урала, ГАЭС Исхаки в деталях описал весь процесс уничтожения общей тюркской идентичности языка. Вот цитаты из этого труда. «Начиная с 1920 года были созданы для тюрков путем разделения и расчленения этого народа на столько национальностей, сколько существует тюркских племен. Большевики, исходя из общеизвестного принципа «разделяй и властвуй», каждое отдельное тюркское племя, несмотря на общность языка, литературы, школы и бытовых условий, трактуют как особую национальность». На Тюркологическом съезде в 1926 году в Баку официальный докладчик, ориенталист Яковлев делил тюрков России на 27 национальностей. На этом же съезде было принято постановление о замене арабского алфавита латинским. Кстати, заметим, что и старое русское правительство в целях русификации тюрков проектировало заменить арабский алфавит, которым пользовались все тюрки, русским и ввести его в мусульманские школы и литературу. В целях практического осуществления этого проекта Министерство народного просвещения в 1906 году издало так называемые обязательные правила 31 марта 1906 года. Но благодаря единодушному протесту всех мусульман России, правительство вынуждено было отменить эти правила. Теперь больше веки эти начинания ненавистного старого режима принялись сами проводить в жизнь, причем пошли гораздо дальше, создав для тюрков столько новых алфавитов, сколько существует племен, или, как они называют, тюркских национальностей. Правда, количество новых алфавитов не доходит до 27, как этого бы хотел большевистский ориенталист, но, все же, оно доходит почти до десятка. Понимая хорошо значение и предвидя последствия этого большевистского мероприятия, некоторые национально настроенные коммунисты на тюркологическом съезде в Казани в 1928 году внесли предложение об унификации нового латинского алфавита. Но это предложение большевиками было объявлено контрреволюционным и, конечно, отклонено. Иначе и не могло быть. Ведь основная сущность этого, несомненно, чисто политического мероприятия большевиков заключается именно в том, чтобы путем создания ряда алфавитов разложить тюрков духовно так, чтобы они впоследствии не могли создать единой школы, литературы и вообще развивать общую для всех тюрков культуру. Русские правительства и миссионеры, в течение столетий борясь с тюрками, добивались именно этого. Но то, что не могли сделать русские миссионеры, делают теперь большевики. И вот почему советская власть на территории идиль Урала создала целый ряд республик и автономных областей – татарскую, башкирскую, чувашскую, немецкую, республики, марийскую, водскую и другие автономные области. Такое положение, как по своему внутреннему содержанию, так и по внешнему виду не может отвечать и удовлетворить требованиям тюрко-татарской нации, стремящейся к самостоятельному государственному существованию. Такое положение не удовлетворило даже коммунистов тюрко-татар, которые были против создания отдельной татарской и отдельной башкирской республики. Во-первых, потому, что татарская республика была так скроена, что 64% тюрко-татар осталось за чертой национальной республики. А во-вторых, потому, что до реформ 1781 года современная Башкирия целиком входила в пределы Казанской губернии. Таким образом, за годы намеренного разделения накопились такие различия, что теперь племена, которые были когда-то одним, народом с трудом понимают друг друга. К слову, если бы не политические решения отдельных правительств, сейчас тюркские народы вполне могли бы образовать единую общность или даже империю с одним языком, с одной культурой. Но по воле случая они оказались разделены. Так как в тюрках присутствуют и европейские, и монголоидные черты, обычно их называют смещением этих двух рас. Но я осмелюсь предположить, а что если все наоборот, что тюрки – это и есть тот общий корень для европейцев и азиатов? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok